Издревле люди почитают особые приметы ландшафта, как святые места. Это высокие горы и особо приметные возвышенности – родники, реки и озера, большие камни и деревья. Среди деревьев почитают особенно те, которые непонятным образом выросли посреди нехарактерных для деревьев местности. Если коренному жителю лесистых мест одинокие деревья унышали скорее страх, то кочевнику они представляются сакральной точкой пространства мира. Так, для буддиста особенно сакральным будет дерево Бодхи в Индии – то место, под которым просветлел Будда Шахемуни. Для монгольского и дебетского буддиста особенно сакральным является и дерево, выросшее на месте рождения Цункапы, на стволе и ветвях которого проступали и проступают буквы буддийских мантр. Для современного калмыка этим сакральным деревом и местом является одинокий тополь у села Харбулук. Однако мы расскажем вам о другом дереве. Это дерево было особенно сакральным. Оно около 300 лет было свидетелем многих славных и важных событий из истории айратов, казахов и русских. Это дерево росло в местности между реками Уймула и Карабутрак в бассейне реки Орь. Айраты, ушедшие из Джунгарии в поисках свободных пастбищ, представители всех четырех айратских племен стали расселяться по Уралу и Ори. В исторических хрониках описывают, что в бассейне реки Орь местность под названием Орнгансымудн стали использовать как летние пастбища. Долгое время от внимания историков ускользало это название местности, так как его упутали с Органсымудн совершенно одиноким деревом. А такое могло быть где угодно в степи. Наконец, калмыцкий историк Санчиров заинтересовался топононимом и выяснил, о каком дереве пишут айратские хроники. Проанализировав русские документы 17 века, Санчиров узнал, что у местности Орнгансымудн под священным деревом собирались калмыцкие правители для обсуждения важных вопросов и принятия судьбоносных решений. Там бывали Хоур-Люк и Шукур-Дайчин, Далай-Батур и Аюка. Встречи высоких джунгарских гостей также проходили под этим деревом. Есть мнение, что первое буддийское учение для калмыков айратский зая пандита провел именно в том месте, прибыв в 1655 году в пределы России. Много позднее под этим деревом собрались калмыцкие цебек-дорджи, бамбар и шеренг накануне ухода в 1771 году. Когда калмыки ушли из Оренбургских степей, хозяевами этой земли сделались казахи младшего джуза, которые унаследовали особое почитание этого дерева у калмыков. Есть сведения о том, что хан младшего джуза Абул Хаир, бывший 1719 года ханом всех казахов, пребывал у этого дерева в 47-48 годах, ведя переписку с высокопоставленными российскими дипломатами. В мае 1847 года по тем местам проезжал известный писатель Тарас Шевченко, который увидел и даже зарисовал это дерево. Он так описал встречу с ним. В верстах двух от дороги в ложбине зеленело тополевое старое дерево. Я застал уже вокруг него порядочную толпу с удивлением и даже, так мне казалось, с благоговением смотревшую на зеленую гостью пустыни. Вокруг дерево и на ветках его навешано набожными киргизами кусочки разноцветных материй, ленточки, пасма, крашенных лошадиных волос и самая богатая жертва – это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке. Еще один участник экспедиции, в которой участвовал Шевченко и Макшеев также оставил заметки о нем. 26 мая, не доходя несколько верст до Карабутака, мы увидели влево от транспортной дороги Джангыс Агач одно дерево и поскакали к нему. Это единственное на всем пути от Орска до Раима дерево. Было толщиной у корня сажен в две в обхвате и вышиною сажен в пять. На нем было гнездо тальги из породы орлов. Киргизы считали это дерево священным, а улье и украшали его. Казахи, особо почитавшие это дерево, называли его Джангыс Агач, что означает «одинокое дерево». Встреча Шевченко со степной святыней вдохновила писателя на акварельный рисунок из стихотворения «У Бога за дверью лежала секира». Мы публикуем акварель Тараса Шевченко и обещаем, что в ближайшее время продолжим публикацию об этой святыне. Геннадий Корнеев. Команда канала ЗАН онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.